Добрый день еще раз. Удалось что-то выяснить? По поводу записи на прием. Удалось что-то выяснить? Вы просто несемно разговаривали ранее. Вы не могли дозвониться, да, кажется? Да. Мы просто позвонили, там просто занято. Ну вот в 61-90 вообще сброс идет. Там даже не занято. Мы туда звонили и там занято. Сейчас я вам скажу, может быть, чуть не правильный номер указать. 495-629-6190. Что это происходит? Алло. Добрый день. Да, здравствуйте. Это приемная? Да, приемная. Про акционовые люди. Ага, фракция «Новые люди». Люди, а как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. А вас как? Марьян. Дмитрий. Очень приятно. Я руководитель приемной фракции «Новые люди» в штатный дом. Поняла. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, а как можно в Дмитрию Анатольевичу на прием попасть? Сейчас я вам подскажу номер его приемной. Одну секунду. Так, вы слушаете? Да, слушаю. Значит, 499-207-71-09-09. Следующий. 915-915-058-22-23. И еще один. 915-057-77-04. Да, вот у меня три номера и адрес, на всякий случай, его приемная. Улица Пришвина. Это я знаю, да. А. Там Мария Владимировна помощница его, да, Зорина? Ой, может быть. У него несколько помощников. Я не очень хорошо с ним знаком, честно скажу. Он у меня здесь в приемной только однажды вел прием. Это было давно. И с тех пор, пока вот до Нового года точно совершенно у меня здесь не будет. Я поняла. Ладно, все, буду тогда звонить. Спасибо. Да, пожалуйста. Приемная депутата Певцова. Добрый день. Здравствуйте. Мария Владимировна? Да, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А как можно записаться на прием Дмитрию Анатольевичу? Для того, чтобы записаться на прием, вам нужно написать обращение. Проект на электронную почту. Обращение будет рассмотрено. Вам назначат время и дату приема. Так. А если у нас срочные вопросы, нет времени на обращение, может быть, вы ему передадите по какому вопросу? Да, но вам надо в любом случае прийти к помощникам. Завтра приемный день. А когда вообще у него на пришли на часы приема граждан? У него нет часов приема граждан. Как это нет? Он что, особенный у нас депутат? У остальных есть, а у него нету? У него нету. Он нам каждый месяц дает дату. Сам себе хозяин, да? Это он раз в месяц принимает, получается? Да. Один раз в месяц. А где это прописано? Скажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с порядком приема? На сайте Госдума. Там нет информации. Ну, к сожалению. Конкретно по Дмитрию Анатольевичу Певцову, там нет информации, когда у него в числе приема граждан. То есть я так понимаю, что он не принимает граждан, да? Почему принимает? Ну, если нет, на сайте нет информации, и вы тоже ее не даете. Как понять жителям, когда он принимает? Потому что жителям назначается время приема, мы им сообщаем об этом, когда у них прием. На основании их обращений. Вот именно, устно мы можем обратиться тоже, понимаете? Вы можете обратиться устно, но вы на устное обращение не получите ответа. Мы можем. Обращение ваше должно быть, вы можете. Но оно должно быть зафиксировано. Мы можем все помощникам рассказать, показать, принести материал, который у нас есть. Вы нас запишите на прием, и Дмитрий Анатольевич за это время до приема сможет ознакомиться с нашими вопросами и подготовиться к встрече. Идут только на основании обращения. Вы на что ссылаетесь? В течение письменного характера. Для того, чтобы что-то делать, нужно обращение. Любые депутатские запросы пишутся на основании обращения. Ну, мне депутатские запросы... Хорошо, давайте я не буду с вами спорить, я же утратила ваше доверие, да? Что вы еще хотели меня спросить? Конечно, утратили. Мы еще в новогодние жаловки. Я же не причем тут. Жалуюте, жалуюте. Это ваше право. Конечно, про наше право не рассказывайте нам, Мария Владимировна. Вы там сидите, не помогаете никому, просто так просиживаете бюджетные деньги. Конечно. Все, я поняла вас, спасибо. Угу, до свидания. До свидания, приедем к вам. Обязательно. Угу.